самый раздражающий знак зодиака каждый из нас иногда может быть раздражающим однако есть люди которые раздражают окружающих на постоянной основе навязчивые назойливые хвостливые или громкие эти люди часто меняют атмосферу общественной встречи с радости и смеха на возбуждение и разочарование но дело в том что они могут не иметь особого контроля над этой чертой характера это может быть связано с их знаком зодиака кого астрология называет самым раздражительным от несколько неприятных до абсолютно выводящих из себя дева будь то микроменеджмент коллег в офисе или составление расписания обязанностей для соседей по комнате дома старательная натура дев иногда раздражает девы скрупулезны и их потребность в контроле может быть чрезмерной они могут раздражать окружающих своей требовательностью и перфекционизмом если вы относитесь к этому знаку по думайте о том чтобы сделать паузу прежде чем просить супруга заново убрать на кухне или стажера изменить формулировку неважного электронного письма это может спасти вас от ярлыка надоедливый телец спокойный характер тельца иногда может восприниматься как безразличие что может раздражать друзей и близких тельцы очень спокойны вплоть до того что их не волнует что кто-то вокруг них отчаянно нуждается во внимание или взаимодействие хотя это спокойное качество делает их прекрасными судьями и медсестрами скорой помощи она не пользуется популярностью в обстановке где нет чрезвычайных ситуаций и может раздражать их близких которые хотели бы немного внимания и заботы если на эту черту тельца обратят внимание он должен приложить все усилия чтобы скорректировать курс и оказать поддержку тем кто в ней нуждается овен первый знак зодиака овен склонен быть нетерпеливым стремительным и дерзким в зависимости от того на кого направлено такое поведение его иногда можно считать раздражающим овен знак быстрого реагирования он мгновенно реагирует на происходящее застает людей врасплох что не всегда приятно более спокойные знаки могут обнаружить что постоянное подпрыгивание и стресс овна немного раздражают поскольку им трудно сделать перерыв и поэтому никто вокруг них тоже не получает передышки научиться читать энергетику помещения и расслабляться когда это необходимо очень поможет этому знаку лев жизнелюбие этого знака не всем по душе люди рожденные под этим знаком могут быть хвостливыми они могут быть интересными и обладать отличным чувством юмора но они делают все ради себя однако прежде всего именно склонность этого знака громкости и драматизму может вывести людей из себя иногда их уверенность в себе приводит к тому что они переоценивают себя и такое поведение может бесить приняв тот факт что им не всегда нужно быть центре внимания лев может избежать бесчисленных закатываний глаз окружающих близнецы слишком много времени проводить с представителями этого знака может быть просто утомительно они безостановочная вечеринка и если вы сами не являетесь такой же безостановочной вечеринкой то вихрь действий эмоций может показаться слишком сильным близнецы представлены двумя фигурами близнецами они обладают энергией двух людей и могут владеть всем вниманием в комнате 24 часа подряд у этого знака также есть проблемы с переключением с режима вечеринки на серьезный режим близнецы известны тем что они очаровательны веселые игривы но когда наступает время серьезных отношений близнецы не могут с легкостью переключить передачу это может беспокоить даже и к самых близких друзей и членов семьи водолей хотя водолей самый интеллектуальный инновационный представитель зодиака его противоречивая личность может раздражать окружающих водолей может быть очень провоцирующим знаком потому что они совершенно не восприимчивы к давлению сверстников несмотря на то что водолеи добры и милосердны они любят делать все по-своему и если другие находят это раздражающим что ж это просто цена которую они готовы заплатить это этот знак может мириться с пыхтением и закатыванием глаз от людей которые не одобряют его поведение и мнение конечно их нежелание меняться часто еще больше усугубляет положение таких людей рак раки не хотят раздражать других к сожалению их чувствительная эмоциональная натура иногда может быть обременительной особенно для тех на кого они больше всего полагаются в плане поддержки и успокоения более того их настроение постоянно меняется когда вы находитесь рядом с раком вам может казаться что вы катаетесь на американских горках однако самой неприятной чертой этого знака скорее всего является его привязчивость раки как известно привязчивы к счастью хорошо адаптированный рак совсем наоборот может стать верным защищающим и сострадательным другом и партнером друзья независимо от того верите ли вы в гороскопы или нет они существуют веками многие поколения смотрели на звезды и движения планет чтобы улучшить различные аспекты своей жизни вы много можете узнать из своего гороскопа сформировать вашу точку зрения улучшить свою жизнь подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях мы вас любим до новых встреч благодарим за просмотр